Почему так важно охранять окружающую среду? Что нужно знать человеку об экологической обстановке в городе? И как питаться, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь? Ответы на эти многие другие вопросы дает новая экологическая платформа, появившаяся на Берестейском интернет-пространстве. Портал представляет собой интернет-журнал, где есть афиша, лента новостей, тематические рубрики. Отличает его одно важное «но». Прямо на сайте можно оставить свое обращение – рассказ об актуальной экологической проблеме. Это будет новостная лента, посвященная экологической тематике, но ее главная функция будет возможность быстро и удобно заявить о какой-то местной экологической проблеме, любому жить в Берестской области, и к этой проблеме будут подключаться компетентные эксперты и будут помогать в решении этой проблемы. Интернет-портал призван объединить силы общественных организаций и государственных природоохранных органов. Благодаря открытости и доступности такого онлайн-общения совместный продуктивный диалог должен стать хорошим подспорьем в деле формирования качественной экологической обстановки в регионе. Подобные инициативы уже реализовывались в других регионах страны. Сегодня, помимо Бреста, они действуют в Минске, Гродненской и Гомельской областях. Это еще один и очень хороший шаг для того, чтобы мы чувствовали мнение, какие-то предложения от населения, и точно так же сами использовали зеленый портал для информирования, для изучения, например, какой-то ситуации в каком-то регионе. Первый актуальный вопрос уже вынесен на общественное обсуждение. На ближайшем заседании Брестского облсполкома планируется рассмотреть вопрос о наведении порядка на земле в Пинском районе. Мнение местных жителей будет учтено по результатам опроса, опубликованного на зеленом портале. Кстати, его редактор Алексей Купряков, известный в Бресте как автор китайских и японских чайных церемоний, на интернет-ресурсе ведет свою рубрику, где знакомят берестейцев с традициями белорусской чайной кухни. Как раз для Республиканского зеленого портала и для Брестского зеленого я сделал целый цикл статей, которые называются «Чайная алхимия», которые посвятил возможностям заваливать белорусские травмы, но экзотическими восточными способами, если кому-то это может быть интересно, потому что тот проект, который я представлял в этом году на чайном чемпионате, назывался «Белорусская чайная церемония». Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.